Так, ну, продолжим западноевропейскую тему докладом «Наследие книжной культуры европейского барокко в собрании отдела редких книг и рукописей КПНТБ-40. Фонд отдела редких книг и рукописей, формировавшийся во второй половине 20-го, начале 21-го столетий, представляет собой уникальное образование. В настоящее время состав фонда может быть представлен следующим образом. В древних хранилищах имени Елены Ивановны Дергачева-Скоп, включающие коллекции рукописных и стропечатных книг килической традиции 14-го начала 20-го веков, собрание русских книг гражданской печати 18-го, 1-го, 3-го, 19-го века, коллекции иностранных печатных и рукописных книг 15-го, 19-го веков. Особую часть древних хранилища составляют документы западноевропейского и русского происхождения с 13 по 18 столетия, полученные сибирским отделением Академии наук СССР по завещанию академика Михаила Николаевича Тихомирова в 1955-1967 годах. Так, Лиза, поставьте там, пожалуйста, портрет Михаила Николаевича Тихомирова. Да. Вот. Коллекция, кроме того, здесь сюда же входит коллекция прижимных изданий классиков русской литературы 19-го, 20-го века, книги, запрещенные царской цензурой, собрание миниатюрных книг, издания первых десятилетий советской власти, включая периодику научной литературы гуманитарного профиля, энциклопедические словари и справочники завершают облик комплектования фонда отдела. Эпоху расцвета нового типа книги, приближенного к современным ее видам, историки западноевропейского книгопечатания, как правило, связываются с стилем барокко конца XVI-XVII веков, с теми важными изменениями в искусстве и технике иллюстрирования книг, на которые он оказал существенное влияние в Европе, прежде всего, в Италии, Франции, Англии и Германии. Печатный способ производства книг кардинальным образом изменил направление книговических исследований, сделав главным объектом наблюдений, изготовленным способом подвижных литер, книгу. Начиная с середины XV столетия, рукописная книга постепенно, последовательно, уступает свое место более демократичному, доступному для массового потребителя собрату, печатному изданию. И все же не во всех областях общественной жизни подобное замещение имело необратимый фатальный характер. Постараемся продемонстрировать настоящий тезис на примере хранящегося в фондах отдела рукописьменного произведения, датировать которое можно границами с 1620 до 50-х годов, получившего при поступлении в ГПНТБ название «Альбом гербов». Вот первый разворот этой рукописи. Обратите внимание на совершенно роскошное, с роскошным образом исполненным рукой человека, составлявшего этот альбом. И он себя здесь обозначил как Захариас Альверн фон Бреслау. В поисках обозначения этого жанра, этого типа книг, мы натолкнулись на такой термин, который используется в западноевропейском языковедении, как «штамбо». В переводе с немецкого он обозначает книгу генеалогического древа. В немецком «штамм» или «штамм» происходить. В немецкой традиции 16-го и середины 19-го веков Оно обозначало разные варианты рукописных по способу производства книг, представляющих собой Первое. Родословные таблицы или генеалогические древа членов одной разветвленной семьи. Второе. Использовалось как некая метафора. Генеалогическое древо «Круга друзей» или «Книга воспоминаний», которое использовало также обозначение «Альбум Амикору» латинское, в принципе, то же самое, альбом, дружеский альбом «Филотека» «Штамм-одер-гезеллер-бюхляйн» Тут уже не «бог», а «бюхляйн», то есть книжечка своеобразная. Так, дальше давайте показывать. Она зародилась, предположительно, в Виттенберге. Ну, так, историю появления этого типа, этого варианта книг описывают историки западноевропейского происхождения. И подталкиваемой реформацией, начиная с середины XVI века, стала с одной стороны сборником автографов, с другой – собранием аллегорий, с третьей стороны – подборкой разного рода изречений и сентенций. Поначалу это были проложенные бумагой оригинальные отпечатки, как, например, книга-эмблем. В украшении их принимали участие как художники, мастера своего дела, так и дилетанты. Творческие усилия лиц, вносивших свои мысли, изречения, рисунки, в XIX веке были заменены технически изготовленными образцами. То есть, так или иначе, заменяя какие-то разделы или начало разделов этой самой книги. Хотя сама книга всегда имела рукописный характер. Сам посидел блок. Поскольку в круг, составляющих такую книгу имен, непременно включались лица высшего света, профессора, покровители, владельцы такого рода книг, родственники, друзья, знакомые. И это приводило, в конечном итоге, к созданию особого документа, в котором отражался духовный мир, как заполняющих страницы этой книги людей, так и самих владельцев. Что, в конечном итоге, превращало эти поучительные документы времени, своеобразные хроники текущей жизни, в интересные источники истории культуры, личности и семьи. Собственно говоря, прийти вот к такого рода теме, заняться этим сборником, нахождение которого в рамках собрания нашей библиотеки, как составная часть Тихомерского собрания, ну, наткнуло возможности, волшебные возможности интернета. Потому что все попытки выяснить, что такое Захариас Альберт. Ну, Бреслав понятно, это Бреслав, центр селестской земли. Сейчас это территория Польши современной. Вот Вратислав или Вроцлав по-польски его произносить. Но никакие попытки не давали возможности разобраться вот в исторической части появления этого самого возможности. И только буквально в последнее время, когда появились возможности воспользоваться разного рода публикациями, очень близкими к нашей теме, вот это, что называется, и столкнуло саму тему с нашей точки. В данном случае я хочу просто показать вам, продемонстрировать вам издание 1887 года. Это копия, конечно, обложки. Захариас Альберт, Стаге Бухаус Демьяра, Сех Сент-Кундер-Зибен-Сванси. Это, значит, дневник 1627 года, который подготовил доктор Юлиус Крепс, один из профессоров города Бреслав, во второй половине XIX века. И, собственно говоря, вот в этой самой подготовительной статье к этой публикации, в дневниках 1627 года, мы вдруг обнаруживаем полное описание книги, которая хранится сейчас в КПНТВ. Вот этого самого, это верхняя обложка сборника. То есть буквально следуя по тем страницам, по тем, вернее, персоналиям, тем разделам этой книги, которые были здесь уже опубликованы, уже изучены и рассмотрены, мы открываем наш сборник. Лиза, пожалуйста, полистайте его. Тут, понятно, разворот, который, извините, вернитесь, с экстримистом Михаила Николаевича Тихомирова. Ну и дальше, и дальше, вот как раз тут те самые разделы, яркие представители каллиграфии 17 века. Мы к этому потом еще вернемся, когда будем говорить по поводу ее образцов. И здесь, собственно говоря, вот самые главные, можно дальше не знать, самые главные ее листы, они заказаны, начальные листы, вступительные разделы. Они, во-первых, составлены на новостейнии, и нам еще предстоит полностью их раскрыть, перевести отчасти, представить все это содержание с точки зрения тех внутренних моментов, которые обсуждаются в этом самом предисловии. Здесь опять указывается имя Захария Альерта, и что там Братислава Силезиорум, Реунде, что тут в латыни, все это опять же тот же самый город. В Рослове, в общем. Вот, и если идти еще чуть-чуть дальше, ну-ка давайте посмотрим. Вот это замечательная картиночка, да? А, вернитесь, пожалуйста, назад. То вот как раз здесь, еще немножко, вот здесь для обозначения то самое словечко, которое я вывел из словаря, филотека. Собственно говоря, сам автосоставитель этого сборника, он называет его филотекой, то есть книгой дружбы, книгой дружественной, которая объединяет всех его знакомых, покровителей отчасти, друзей, вот как раз на протяжении долгого времени. Собственно говоря, основная функция, основная задача такого рода издания, она как раз и заключается в том, чтобы представить весь многообразный круг знакомых, которые попадаются в течение жизненного пути, и как она, каким образом она составляется. Бывают разные способы, вот, и в данном случае, конечно, ни о каком генеалогическом древе не может быть и речи, но здесь то, что я уже назвал, некий духовный образ определенного среза хронологического, он заключается в том, что по просьбе владельца этой книги, тот человек, к кому он обращается, неважно, к кому он со словами, в данном случае, относится, он может или внести в эту книгу тот самый девиз, к которому он следует в течение своей жизни, например, или поместить в какой-то комментарий какому-то устойчивому выражению, или оставить просто в виде герба свою принадлежность вот к этому самому кругу людей. И самые первые листы, как раз так называемые, я их так обозначил, как персонали этого раздела, они представляют собой документы, времени, что называется. Прилетите, пожалуйста, дальше. Вот еще просто вот эту картиночку запомните, потому что мы к ее манере исполнены, мы еще вернемся в дальнейшем. Потом идут довольно большое количество, а что там, почему-то? А, еще все-все-все. Большое количество пропущенных листов, понятно, для чего цели, сюда должны вписываться те, кто еще не успел, что называется, следуя воле составителя этого сборника, здесь оставить свое имя. Так, ну и вот вернувшись к таким полиографическим знакам, значениям или к полиографическому описанию этого сборника, следует, конечно, обратить внимание на некоторые детали. Но я не буду здесь вас утомлять перечислением тех помет, записей, маргиналей, которые вы сами видели, начиная с экстремида Тихомирова, разного рода попытки придать порядковый номер этой книги составить в коллекции Тихомирова. Небольшое отступление, чтобы мы понимали, каким образом эта рукопись, находясь в XIX веке в городском архиве Бреславля, или нынешнего Вроцлава, попала все-таки в руки академика Тихомирова, мы должны воспользоваться свидетельствами людей, которые занимались комплектованием его рукописного собра. В частности, роли коллекционера Груздева, военного хирурга, военного врача, который в годы войны принимал участие в действующей армии. Единственное, мне лично не удалось пока понять, какие части Германии посещались с тем, чтобы он мог воспользоваться рукописным альбомом. И поэтому на имени Груздева, собственно говоря, у нас все и останавливали. Цветак Бреславль, как книга, описанная в Государственном архиве в 1887 году, дальше коллекция Груздева, дальше коллекция Тихомирова. Это как раз еще область таких всяких попыток разыскать, кто в конечном исчете прилагал усилия к тому, чтобы эта книга оказалась в руках у Тихомирова. Но вот при описании этой книги я обратил внимание прежде всего на то, что на форзостных листах, верхней крышке, обозначены некоторые листы сборника, и тут стоят даты 19 века, 19 столетия, 93 и 1894 год, как о некоторых страницах, которые отсутствуют в альбоме. Вот здесь вы видите проставлен поглянация, практически она сквозная, она идет по всей рукописи, и все пустые листы тоже пронумерованы были хранителями. Это очень важно. Важный момент, я бы даже сказал, что это момент примерно такой же, который определяет жанр летописи. Ну, допустим, повесть временных лет, если вы когда-нибудь открывали его публикацию, вы видели, есть погодные статьи, которые заполнены, некоторыми содержаниями и есть даты, которые идут просто пустые. Ну, в надежде, что когда-нибудь, каким-нибудь образом тот или иной историограф, историограф, но не Нестор в данном случае, и не Сильвестер, а кто-то другой заполнит эти даты. То, как же и здесь. И такого рода пропусков, я не стал подбивать это количество, я их просто все для себя пометал, там, ну, не меньше сотни. В общем, если бы мы с вами сейчас весь этот сборник просматривали, то есть, там, простите, я уже с вами, фифру, там, 400, по-моему, с лишних страниц, 300 страниц, идут вот некоторые такого рода пропуски. Но в настоящем виде в альбоме были зафиксированы еще утраты листов. Это утраты или потери выпавших из блока листов. Листы, которые были вырваны, судя по тем остаткам части бумаг в Хришовой области. Ну, особенно такой, знаете, в Варварской области, наверное, подвергся такой раздел, как календарь. Очень любопытный. Потом с вами еще его посмотрим. То есть, здесь остались только месяцы, месяцы январь, март, апрель и ноябрь. Все остальные были изъяты из этой сборники. Я так полагаю, что, знаете, что-то вроде такой, ну, может быть, открытки, которые не какой-то из владельцев этой рукописи мог одаривать своих приятелей. Ну, скажем, в день рождения приходится на летние месяцы. Он ее подписывает и, да, открытки с инзерцами по себе рисунки великолепные по исполнению. Вот. На странице 382 сохранился зеркальный отпечаток обозначения раздела на не сохранившейся предыдущей странице под рисунком музыка. То есть здесь имеется в виду, что вот подобный народный сборник, он оказался интересен не только с точки зрения круга лиц, которые объединены всех этих людей, с точки зрения исполнения разделов, которых мы с вами еще познакомимся. Я имею в виду, значит, нанесение разного рода вариантов гербов, представители которых, так или иначе, в этом сборнике оставляли свои пометы. Это и картины природы, это и, как здесь, в том числе, музыка, музыкальный раздел. То есть, почему я еще так смело обозначил этот сборник как представитель, свидетель ворочины именно культуры, как культура, которая объединяла все возможные сферы жизнедеятельности человека, от семьи, друзей, до произведения искусства, музыкального характера и так далее. Так, вот останавливаясь на этих самых разделах, посвященных начальным страницам, в которые выведены, прежде всего, использованы произведения очень известных в то время и, можно даже сказать, ведущих представителей немецкой поэзии, таких как Мартин Обиц, Тауман Фридрих и Херман и Роган. Таких по листам сейчас наберегут. Мартин Обиц, именно его стихотворение, с него стихотворение начинается раздел посвящений и если использовать исследования ученых, занимающихся историей немецкой поэзии, то, конечно, этому поэту отдавалось довольно много значения в определенное время, точно так же, как нашему, Таиковскому или Ломоносу. Вообще говоря, Мартин Обиц значение описа в истории немецкой литературы, опять же, по выражению исследователей, покоится не на его поэтических произведениях, а на установленных им теоретических правилах поэтики, приведших к реформе немецкой метрики и к усвоению в Германии поэтического стиля возрождения. Именно в Бреславле было выпущено его пособие по правильному составлению стихотворных произведений «Бух фондер дойчен поэти». Она явилась выражением давно уже назревшей системы и послужила главным учебником для последующего времени. Не буду вас утверждать за считанием всех моментов, связанных с оценкой его творчества. Его сравнивают с нашим Ломоносовым. И, соответственно, тут еще один такой момент, что Опис являлся в том числе автором первой немецкой оперы. Это опять же вопрос о том, как все виды искусства объединяются в одном собрании рукописи, которая представляла собой свободную переделку оперы «Дафне» при Мучине и была дана на сцене в Торгау в 1627 году. Обратите внимание, что все даты связаны как раз с жизнью и в какой-то степени работой составителя этого сборника. Хронологически я уже назвал эту дату в 1620-1660 год. То есть самая такая пара развития искусств немецкого происхождения. Так, следующий автор Фридрих Таутман немецкий ученый, филолог по происхождению довольно не очень высокого, родился в семье сапожника, рано остался сиротой, великолепно знал поэзию, причем латинского происхождения, закончил университет, оставался в альбоматре в красе профессора. И два произведения, которые наш составитель этого дома оставляет в этом сборнике, они как раз посвящены, составляют, вернее, два стиха Таутмана Фридриха и Ермана Иоганнеса. И по содержанию они подобраны таким образом, как раз это то самое время, когда мы говорим о расцвете подобного рода составления сочинений, он говорит о важности и необходимости в обществе появления такого рода рукописей. как двигаться дальше. Дальше я просто давайте мы полистаем, потому что останавливаемся подробно на каждом из разделов. Вот что с собой представляет один только из возможных вариантов Герк Бунс. Великолепное исполнение с авторскими опять же записями человека, который принадлежал к этому роду. Ну, дата предстоит 1633-го. Причем они в разных углах находятся. Это может быть и в начале, и в конце, в середине может быть дата 1629-го года. Так, чтобы какого-то регламентации такой не было. Открыли странички и распишись вот здесь и так далее. Обращаю ваше внимание, что там были замечательные фразы, которые оставил он как некий такой символ своих притязаний, что самое главное в жизни «ВИВАЛЯ ГЕРА ЭЛЯ МОР». Да, здравствуй. Война и Любовь. Вот что я людей практически времена. Так, ну, или давайте пролистаем немножко это все. Вот совершенно замечательная одна из картин такого второго раздела, представляющая собой природный ландшафт в красках на горизонте изображены холмы, леса, водоемы. На горизонте картина небожителей, прежде всего это Господь, восседающий на радуге, архангелы в управлении радуги и фигура, символизирующая смерть. В одной руке у нее пальмовый обед, меч в другой. Сама фигура объята огнем, в переднем плане изображение женщины в красном платье, наблюдающей подзорную трубу и девиз утинанс сапарентес это делегеранс ак новильсима провидеранс, извините, это цитата из второзакония, пусть будет мудрым, понимающим и самым предусмотрительным. Такого рода картин тут довольно приличное количество, я не буду на каждой из них остановиться. Надо сказать, что каждая из этих картин, как вот сегодня и Александр Викторович об этом говорил, и Дина Леонидовна, что с каждой книгой, как с каждой книгой, так с каждой картиной может собственно говоря, сидеть, и пытаться восстановить весь этот самый набор эмблематических символов, которые как бы раскрывают внутреннее содержание этой картины. Как? Можем вернуться к календарной части. Вот, вот, вот. Это один из немногих сохранившихся фрагментов, связанных с календарем, в данном случае это Январь. Здесь красочное изображение сневекового города мы видим. В небе изображается астрологический знак Водолея. Каждая такая картина, посвященная тому или иному месяцу, как раз и содержала обязательные изображения Водолея. Здесь есть март с изображением Ална, здесь есть апрель с тельцом во небесах, что называется, и ноябрь месяц с астрологическим знаком стрелец. Следующая картина, которая показывает некое древо, укорененное в сердце, изображение на фоне города. У меня такое подозрение, что, может быть, это и есть некое изображение самого города Бреслава. Жили, потому что они, на самом деле они были патриотами этого места, в котором они проживали и, соответственно, закрепляли в разного рода вариантах слове и изображении особенностей своего города. Так, оставлю все эти наименования. Обратите внимание, что все картины так и значит сопровождаются форизмами латинского происхождения, которые объясняют те видны достоинства жизни, помогающие либо человеку провести счастливую жизнь, либо наоборот. Вот. Совершенно любопытная и как бы выбивающая из всего ряда картина рыбной ловли. Написано просто перрон, без всяких украшений. Здесь даже можно обнаружить какие-то инициалы, может быть, автора, который работал на этой картины, слева изображена по всей видимости Брюкер, потому что это одна и та же рука. Это единственный, пожалуй, такой разворот некрасочный. Но очень любопытный. Да, вот как в приездех того же города можно было совершать совершенно спокойно охоту с сопрепитанием. Дальше пойдем. Дальше. Вот такая одинокая фигура, который застал своего путника, застал дождь, он от него спасается. в сопровождении разного другого афоризма и высказываний, с которыми нам еще придется разбираться действительно. Так, следующая картина, я ее назвал «Ночные музыканты». Это такое, что такое рембрандтовское, полностью такой мрачный колорит. И только в светлых участках этой картины изображаются, ну, в данном случае в левой части внизу, это действительно музыканты, которые держат в руках люкния, сидит, по всей видимости, он перед клавесином, тут еще какие-то музыкальные инструменты изображаются и на дальнем плане направляют стадо двигающиеся в определенном направлении. Так, дальше. Вот это тоже любопытная фигура, она любопытная любопытная изображение, оно еще отличается тем, что картинка исполнена на пергаментном листе. Возможно предполагать, что так или иначе сам составитель мог, конечно, заниматься художеством на самом деле, и там есть видеописства даже составлены на основании самого сборника, либо какие-то вещи могли покупаться заранее купленными на рынке, для того, чтобы можно было вставлять вот в такого рода рукописные издания. Так, можно полисать просто на издание. Да, вот этот любопытный момент, тоже своеобразно игровой момент. изображения разных фигурок, современных, по всей видимости, самому художнику, со всякими особенностями одежды. Но обратите внимание на эти два изображения, два ряда. Это действительно своеобразная игра. посмотрите, это одно и то же фактически. Один и тот же рисунок, один и тот же разворот. Но только в этом случае удам лица, лица, или там, скажем, юбка, простите, платье, они в обычном положении находятся, но если их, они прикрыты такими за бумажечками вырезаны специально. Но если их так приподнять, то мы видим изображенные лица на них. Вот этот молодой человек, наклоняющийся за перчаткой, он тоже пытается заглянуть по ней, чтобы понять, кто, что ты видимо на самом деле находится. В общем, это не просто такая, знаете, ну у вас иллюстрации по поводу созданной. На самом деле это правда книга с хитровыми какими-то задумками, которая позволяет развлечься в том числе. Так, где говорится дальше? Ну, это уже окончание, окончание, последний исток. И вот теперь хотел ваше внимание привлечь еще к одному изданию, которое, к счастью, оказалось из этого экземпляра нашего собрания. Это называется «Зеркало Der Schriftkunste искусства письма». Сразу бросается в глаза. Вот самые первые листы, которые мы с вами видели, исполнены в рукописном варианте. Здесь они уже представлены в виде печатных. Это вот как раз та самая эпоха, которая технически позволяла рукописный текст притворять в печатный. Гравюры деревянные, извините мне, как ее еще называют, ксилография, она бы такого не дала, не дала такой возможности. Это гравюры на металле. И вот это как раз позволило авторам, составителям вот этого альбома, который был выпущен в Роттердаме в 1605 году, то есть буквально в 1915 до того момента, когда нашему хозяину этого рукописного сборника пришла идея создания, и он ориентировался, ну пусть не на этой издании, но на близкие и подобные ему, когда он копировал вот эти самые подчеркалы. Давай, пристань. Сейчас, кто-то Козырян. На следующий докладчик спросится онлайн. Спрашивают, читаю ли вы его докладчиками. Да, конечно, читал. Нет, нет, я в смысле дома я читал, извините. Да, да, да. И вот посмотрите, пожалуйста, это разные варианты, которые предлагаются здесь, вот этого красивейшего почерка, скорописного, в данном случае. Но опять же, вот из этих самых завитков и кружев создаются определенные фигуры, которые мы тоже видели с вами в самом начале. Причем один, один, единожды, перомки. Получается, безобразие. Это необычайное искусство. Я так не смогу. Дальше, 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 пойдем дальше. Ну, еще один вариант. Тут вот можно поставить, что это такое, дракон, с крыльями, да, вот тоже такими, крученными, всякими вариантами. И, возвращаясь к нашему сборнику, это то, что мы с вами наблюдали, изображение единорогов. Еще один есть там снимок. Вот такой вот совершенно роскошный лев. Изображение в этом самом... Я очень много времени не перебрал, я прошу прощения. Поэтому я не буду тут какими-то фразами завершать. Дело все в том, что, как вы понимаете, все еще только впереди, все еще только начинается. Необходимо расшифровать все, что там написано в виде девизов латинских. Выяснить весь круг. Стоп, стоп. Чего? Какой? Что? Это? Весь круг персонален. Собрать их всех. Нет, там вот страничка, вот, да, вот, левая страничка, она закрыта. Она закрыта, но я не стал бы это все показывать. У нас два варианта, совершенно верно. Вот как с этими самыми дамочками. Там, скорее всего, там и текст, и герд. Ну, я просто отобрал. Больше двухсот изображений, поэтому мы с вами тут сидели с утра до вечера. Хотя на самом деле, конечно, великолепно по исполнению и интересен, когда мы все-таки с ним разберемся, с историкой литературной и общественной значимости этого альбома для того времени. Ну, а что в нашей русской традиции? Наверняка такого рода. Просто у нас не оказалось ничего в библиотеке. Знаешь, с чем можно было бы сравнить? Но мне на память пришел альбом, который был издательством книгой выпущен в 70-е годы. Он назывался Чуковков. Примерно то же самое. Те же лица, которые его посещали, с рисунками, со своими высказами, со стройными какими-то шутками и все такое прочее. Вот они представляли собой такой альбом современников Чуковского определенного времени. Дамский альбом, альбомы? Дамский альбомы, совершенно верно. Все что угодно. Куда Пушкин вписывал к разным своим дамам сердца стихи, не только дамам сердца, вот, миллиарм альбом, так или иначе. То есть это было очень распространено в Европе, и в том числе у нас, но поскольку мы обладаем только таким спорником совершенно случайно нам оставшихся, но вот так вот неожиданно раскрывшим возможности его изучения и представления. Спасибо. Да? Вопрос? Возможно, как смельное издание. Я понимаю, что сложно сейчас говорить об этом, я к чему говорю. Мы сразу задумывались. Дело в том, что поляки, ну, пусть все останется на своих местах, но поляки, мы прошли вам навстречу, но все меняется. Я хочу сказать. Когда-то поменяется это. Я знаю, у нас есть польский институт в Минске, я знаю, точно такой же институт есть и в России, но он в Санкт-Петербурге. И может быть, со временем, я не знаю, что сегодня, завтра, но очень интересное, во-первых, выступление. Спасибо. Во-вторых, это бы напечатать и хотя бы с научными комментариями это обязательно будет сделано. Просто сегодня у меня такое-нибудь поверхность представления. Это поверхность. И возбудить ваш интерес. И показать, опять же, ценности, которые в нашей библиотеке хранятся. А то, о чем вы спрашиваете, вы знаете, у нас в 90-е годы была небольшая группа немцев из Ольденбурга, которые, когда мы винием для них экскурсии, мы показали им этот альбом, но не этот альбом, собственно говоря, я их приведу внимание, они занимались конкретной темой реконструкции библиотек Кёнигсберга. И поскольку у нас, так, наша библиотека что-то около 200 или даже более единиц хранения имела такого рода библиотечного фонга, они этим и занимались. Но вот недавно, относительно недавно с этого этих всяких событий в Берлине я опять же встречался с этим человеком, который к нам приезжал, и он снова возбудил эту тему, но сейчас почему-то он не выходит на связь. Почему? Понятно. Но я думаю, что все приведет к тому, что у нас все наши прежние друзья, они все будут нормально на связи, все общаются и мы в этих сетях. Почему-то с ним такое произошло. Но на самом деле я тоже решил попробовать чей-то и другую сторону. Собственно говоря, значит, Фрослав выйдешь с ним как-то на связь. У нас есть возможность через Варшаву, через библиотеку университета этими вещами заняться. И я надеюсь, что мы все-таки как-то эту тему завершим. Да, спасибо. Спасибо вам большое за это. Наши современные альбомы фотографий, вот они не заменили вот эти функционально эти альбомы? Нет, конечно. Ни в коем случае. Нет, а что такое альбом фотографий? А, в смысле домашний, семейный? Ну, отчасти да. Отчасти. Но вы представляете, что здесь-то на самом деле? Мы смотрим на фотографии, и что мы видим? Ну, лица видим, ну, обстановку видим, видим одежды. Да, мы даже сейчас просматриваем свои детские фотографии. Господи, как я ходил вообще. Какая дома была? И все такое прочее. Где ты там бывал? Как вы видели помещение? Все это понятно, да, как исторический документ. Но все равно он так или иначе ограниченный. А здесь же то, о чем мы с вами всегда говорим, нельзя же спросить фотографии. Что? Она ничего нам не ответит. А здесь люди, они через литературу, через высказывания разного рода, так или иначе проявляют свои склонности определенного рода. А фотографии, они содержат на обратной стороне будут, а какие-то... А так на обратном. А если она приклеена, что это, драть ее, что ли? Нет, это бесконечный вопрос. Да, фотография тоже документ, как любил посмотреть, я разбил Сберман. Что документ, да, но он аналогичный будет этому, о котором вы говорите. Я не знаю, я не знаю. Я просто не вижу как альбом, ничего не могу сказать. Может быть, так на мной есть ли это? А можно ли говорить о какой-то, не знаю, схеме или определенной структуре построения, скажем, вот эти как писательные разделы? Я, в принципе, можно, но я думаю, что она в любом случае индивидуальна. Это вот как рукопись, она индивидуальна, в любом случае. Нет, я в данном случае речь, если бы я просмотрел все вот эти полторы тысячи сохранившихся штамп бючер, которые там находятся и в Гютингене, еще бог знает где, тогда мы можем было что-то говорить. В данном случае у нас только один единственный экземпляр, поэтому вот я говорю про него. Но мне кажется, что это индивидуально на самом деле, как любая рукопись. Вот человек приходит к кому-либо, он не ориентируется ни на кого, ни на какие-то мысли. Он просто сам подбирает тот круг, тот тип, наверное, представления своего сообщества, в данном случае своих друзей, своих покровителей. Это очень важно. Такого рода альбома, например, служили определенного рекомендациям. Вот сейчас я вам принесу, посмотрите, Михаил Феджер Ручок расписался на книжечке. Понимаете, с какими людьми общался? Водяной знак. Да, смотри. Это 20-й год. есть, там известный такая, известный водяной знак, две башни, завершающиеся таким треугольничком. он есть у Гераклитова и во всех прочих альбомах. Еще хочу сказать, что сейчас в Европе и у нас тоже в Беларуси начинаются эго-документы. То есть то, о чем вы говорите, эго-документы. Это то, что личного происхождения. Вот воспоминания меморий не связаны с официальной хроникой, вообще никак. Вот это мы допустим, это вражение. И сейчас в Европе это безумно популярно. Это та самая жизнь, которая по-другому она для нас просто не доступна. К сожалению, ситуация, а так спонсор нашелся бы, потому что вот такой документ до такой степени востребован сейчас там. Представляете, как это самое, если связаться с Брестанской библиотекой, сказать, я не представляю, не представляю. Вот альбом, он хранится в Сибири, в библиотеке в Новосибирске. Это уникально. У меня бы, наверное, точно в контакте. Я бы тоже. Спасибо. А можно еще узнать вот иллюстрации. Они все-таки чередуются, раскрашены. Там есть не раскрашены, то есть он не законченный, как вы в Владимире. Нет, я думаю, здесь нет такого требования. Мне кажется, что такого требования не стояло. Но он великолепно изобразил вот этот вот поселок, где вот совершается вот это действие. И остался на этом. Если бы что-то там предпринимать по поводу раскрашения, я думаю, что он бы и спорт. Само достаточно. Хотя он такой единственный здесь и аналогов ему нет. А вот то, что там, допустим, около более 70 керков разных, это тоже очень важно. Я пытался устанавливать какие-то связи. У нас есть такое издание гербы родов Восточной Балтики, так скажем. Это Польша, это Эстония. Я несколько штук нашел наших же, извините, происхождение российских дворян, которые, гербы которых содержали такие же элементы. То есть Европа тогда жила в Европе. чувствительные народы. Как бы такой некий, вот говорю про скрепы. Вот они, скрепы, которые объединяют народы в Европу. Да, Василий, ты чего? А, я вот про гербы как раз говорю. нужно идентифицировать? Да, 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 да. Ну, я вам сказал про это. Хотя, конечно, вот сейчас то, что Александр Викторович сказал про своих генеалогических древо, это можно тоже посмотреть. Потому что примерно один и тот же регион и сейчас Польша, Литва, Силезия, бывшая провинция Пруссии, да, сейчас это Польша опять же. Какие-то вещи начинаешь понимать, почему там в годы войны произошла вот эта ситуация переселения немцев из этой Силезии и внедрение туда же польских жителей, причем с украинских земель, с Голота уже самым и так далее. Все это так вот набираешь в литературе. А что, говорят, мы нашу историю не знаем, да? Или еще так знаем? Еще вопросы есть? Ну, что-то на следующих докладах. Да, прошу, прощи. Ермуренко Станислав Маркович издание Резвездной тематики гражданской печати XVII века в составе Калавановской Зинских городных заводов. Особенно всех дебятов. Да, совместно с Данилом Васильевичем Морозовым. Доклад наш будет отчасти полемическим, но полемика не для полемики, а для установления истины. Скоро. Мы как-то можем облегчить эффект, произведенный в нашем докладе. Книги из Горнозаводских библиотек Калаваново-Скресенского округа это важный источник по истории развития науки, техники, образования и культуры эпохи просвещения в России и на Алтае. Большая часть сохранившихся экземпляров этого книжного собрания находится в Треблехранилищах Новосибирска, в фондах отдела ценных редких книг НГОНБ и отдела редких книг и рукописей ГПНДБ Саран. А также книги из собрания КВЗ хранятся в Барнауле и Томске. Библиотечная систематизация, детальное научное описание, основной массой этих экземпляров продолжаются еще далеки от завершения. По этой причине предшествующие исследования историй горнозаводских библиотек Алтая опирались преимущественно на архивные материалы и лишь некоторые доступные экземпляры. Объединенная Барнаульская казенная библиотека, сформированная как универсальное книжное собрание, выросла из отдельных специализированных научно-технических и учебных фондов при горнозаводских канцеляриях, инженерной чертежной школах, аптеке и иных учреждениях. Именно по этому значительную часть собраний составляют книги научно-технического содержания. Кроме них Голованская книжная коррекция содержит издания по гуманитарным наукам и художественную литературу, а также книги по военному делу, медицине, периодические издания и литературу духовно-религиозной тематики. Предварительно можно разделить книги религиозного содержания на четыре тематических блока христианская литература, труды по исламу, иудаизму, мистика и эзотерические сочинения. Наиболее многочисленным является раздел христианской литературы. Входящие в него книги делятся на несколько групп. Церковное светское красноречие, духовно-назидательное чтение, энциклопедические издания, церковные словари, истории христианских церквей, догматическое богословие, полемика и апология, церковные календари, духовная поэзия и проза, экзегетика. Два наиболее многочисленных по количеству книг раздела церковное светское красноречие, духовно-назидательное чтение содержат наибольшее количество экземпляров с особенностями чаще всего владельческого. Тут надо отметить, что книги религиозной и религиозно-философской тематики гражданской печати XVIII века из библиотек КВЗ и Барнаульской казенной библиотеки еще не были предметом специального исследования, посвященного именно этой проблематике. В то же время отдельные экземпляры таких изданий в составе КВЗ неоднократно упоминались в работах разных авторов в связи с теми или иными исследовательскими целями и обстоятельствами. Конечно, прежде всего следует назвать хорошо известную основополагающую статью Ирины Александровны Гузна и Леонидовича Ситникова. Я не буду на ней останавливаться. Там в большей степени не полностью, но в большей степени сделал ГУФА, конечно, на архивных источниках. А вот некоторые книги религиозно-философской тематики из состава КВЗ, особенно с особенностями экземпляров в фонде областной научной библиотеки введены в научный оборот в статье Татьяны Анатольевны Драгайкины. Назовем некоторые из тех книг, которые введены Татьяны Анатольевны в научный оборот и продемонстрируем кратко соответствующие владельческие записи, коли уж этой теме посвящено наше выступление. Прежде всего это Иоганн Арт о истинном христианстве с фигурной подписью И.Ч. 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 Опыт о проведении Божьем с записью Василия Чулкова. Да, вот вы видите эту запись с Крепл. Однако остается еще несколько экземпляров, я бы назвал их так под вопросом. Вот их условно можно поделить на две части. А об одной части этих книг Татьяна Анатольевна писала, а другой нет. Во-первых, экземпляры с владельческими особенностями по нашим данным не введенные в научный оборот, то есть еще нигде не упомянутые, и экземпляры введенные в научный оборот, но на наш взгляд не совсем корректно, и мы попытаемся обосновать нашу позицию. Поскольку все-таки экземпляр должен быть введен в научный оборот абсолютно точными выходными данными, указанием автора, место, издание и так далее. Следующий слой. Вот один из этих экземпляров, возможно, не самый простой для атрибуции и описания, вы видите первый сохранившийся разворот этого экземпляра, не самый простой для атрибуции, так как имеют существенную утрату. Формула погенации данного экземпляра в следующей слайде выглядит следующим образом. Ряд начальных листов, содержащих ненумерованные страницы, в том числе титульный лист, утраченный. Я намеренно не называю пока это издание, чтобы у вас было ощущение пройденного нами пути и не только нами по атрибуции этого экземпляра. Из числа ненумерованных страниц сохранились только четыре последние. Вот они собственно здесь и указаны. Это погенация именно экземпляра, а не самого издания, на которых расположены следующие слайды. Завершающая часть авторского посвящения видимой императрице Елизавете Петровне в царствовании, которой было осуществлено это издание, это на первой из сохранившихся четырех ненумерованных страниц соответственно начало посвящения отсутствует. На следующем слайде предисловие к читателю, которое расположено на двух последующих ненумерованных страницах и следующий слайд оглавление, которое располагается на последней ненумерованной странице из сохранившихся. Небольшой фрагмент обрывок, я бы сказал, я сейчас говорю об этом микрофрагменте, одного из утраченных листов, возможно, титула сохранился, почему я предполагаю, что это титул, потому что он приклеен очень основательно к форзоциному листу и именно по этой причине этот обрывочек сохранился. Хотя этот фрагмент очень мал по размеру и на нем нет текста, тем не менее он является дополнительным подтверждением утраты части ненумерованных страниц в начале экземпляра после форзица. Остальные нумерованные страницы в количестве 275, на которых располагается основной текст книги, сохранены. Далее. Важно, что сохранившийся фрагмент посвящения, это первая из сохранившихся ненумерованных страниц, содержит имя автора, напечатанное типографским способом, как и весь остальной текст. Все нижайшие и всеподданнейшие раб и романах Гидеон. Этот момент оказался в свое время решающим по всей видимости для атрибуции данного экземпляра. Следующий слайд. В сводном каталоге русской книги гражданской печати 18 века наиболее близким к данному экземпляру по имени автора, по формату четверка и по формуле погенации является начальный первый том издание номер 1277 Гидеон Кореновский собрание разных получительных слов. Первоначальный экземпляр был атрибутирован по всей видимости на основании указанных признаков сотрудниками областной научной библиотеки. В частности сотрудницей тогда еще сектора редкой книги Ольги Борисовны Капустиной и сотрудницы основного книгохранения Галины Сергеевны Истоминой. В 1995 году почему я так уверенно об этом говорю? Потому что в электронном каталоге в 1995 году в электронном каталоге НГОНГ появилась впервые в 1995 году запись на это издание на этот экземпляр издания в 2001 2007 и 2008 годах эти записи редактировались. Вот в этой самой записи следующей вот она электронная запись в каталоге в ней содержится ряд неточностей так не полностью с ошибками зафиксированы две владельческие и одна запродажная запись кроме того неверно указаны место издания Москва вместо Санкт-Петербурга и год издания 1754 вместо 1755 неверно указано количество страниц и так далее если ошибки в передаче записей владельческих и запродаж это человеческий фактор на тот момент в редком фонде областной научной библиотеки не было специалистов в этой области редкокнижников то смена места и года издания произошла автоматически при переходе библиотеки в 2007 и 2010 годах с одной автоматизированной библиотечной информационной системой тогда это была система Либер на другую АПА Глобал в процессе конвертации машиночитаемых записей произошла автоматическая замена места издания по всем изданиям Санкт-Петербург сменился на Москву а год издания уменьшился на единицу 55 на 54 это произошло автоматически и эта автоматическая замена при конвертации произошла по меньшей мере в нескольких сотнях если не тысячах машиночитаемых записей в электронном каталоге библиотеки последствия такой конвертации до сих пор окончательно неисправлены именно в таком ошибочном виде выходные данные и записи были опубликованы в названной выше статье исследовательницы Драгаки следующий слайд слева то что опубликовано в статье уважаемые исследовательницы в правой части то что выявлено нашими предшественниками и нами Москва 1754 вместо Санкт-Петербурга 1755 две записи следующий слайд две записи протопопа отдельно Шелковникова вместо единой владельческой записи вот она находится на навзоце этой книги если я не ошибаюсь от книг протопопа Шелковникова то есть двух записей тут нет здесь одна запись с черными чернилами в верхней части внешнего листа навзоца следующий слайд не была ни кем до сих пор приведена запись скрепа на страницах 73 и 75 сия книга протопопа Дометия Комарова хотя Татьяна Анатольевна надо отдать ей должное со ссылкой на уже упомянутую статью Гузнера-Ситникова обращает внимание что священник Дометий Комаров относился к числу представителей алтайского духовенства интересовавшихся и церковной и светской литературой на наш взгляд вполне закономерным было бы привести здесь же и названную владельческую запись ну вот ее приводим мы следующий слайд наконец не опубликована до сих пор запродажная запись сия книга куплена у секретаря Ивана Власова за 1 рубль 50 копейки принадлежит бухгалтеру Исаию Александрову если о предыдущих исторических персонажах у нас есть данные то в данном случае к сожалению пока мы не можем определить кто эти люди и представляется что все-таки осуществленные ранее попытки введения в научный оборот исследуемого экземпляра не могут быть признаны удовлетворительными поэтому конечно мы претендуем на то что достоверно вводим в научный оборот эту информацию в первую все же подобным образом обстоит дело и с экземпляром издание следующего Гюбнер и Аган 104 священные истории также в электронном каталоге НГОНД 1769 год издание вместо 1770 в данном случае его не видно он закрыт печатью западно-сибирской краевой научной библиотеки 30-х годов 20-го века но при определенном освещении на титульном листе этот год виден а ведь этот экземпляр ценен и значим уже хотя бы потому что содержит владельческую запись книга Ивана Черницына подпись принадлежит Ивану Черницыну горному специалисту администратору ученику и помощнику Ивана Ивановича Ползунова помощнику в деле строительства паровой машины чем Ползунов прославился Ирина Александровна Гузнер в своей статье справедливо упоминает Черницына как управляющего Барнаульским заводом активного участника процесса формирования книжных фондов горнозаводских библиотек на Алтаре Теперь кратко о тех книгах с владельческими записями которые еще не стали объектом исследовательского внимания и попытки введения их в научный оборот нам по крайней мере неизвестны Следующий слайд На обороте издания автором которого был будущий епископ Аполлос в миру Байбаков Андрей Дмитриевич работавший на тот момент корректором в типографии Московского университета имеется владельческая запись горного инженера Колывана Воскресенских заводов Николая Осколкова Следующий слайд Ну вот тут такая интересная тоже запись на странице 306 где указан месяц октябрь напротив 26-27 чисел расположена запись 1813 по всей видимости год в ночи сей пал снег Вторую запись можно истолковать как свидетельство что церковный словарь 84-го года 1784-го года не вышел из употребления и в начале 19-го столетия Следующий слайд Среди изданий религиозной тематики нами обнаружена книга из личной библиотеки горного офицера Николая Семеновича Плохого прибывшего на Алтай в 1761 году в числе кадетских сержантов и трудившегося в системе горнозаводского хозяйства до самой смерти в 1797 году Вообще книги из личной библиотеки Плохого но не наш экземпляр были объектом научного исследования так в статье Валерия Аркадьевича Виноградова посвященный домашней библиотеке Плохого сказано о том что книги из личной библиотеки его были проданы Барнаульской заводской конторе его вдовой Марии Григорьевны и начальник КВЗ Гавриил Семенович Качко распорядился выдать ей за книги 150 рублей Также в статье Виноградова сообщается что в личной библиотеке Плохого были издания нравоучительного характера в предложенной в самом начале нашего доклада типологии эти издания названы духовно-назидательные В частности Виноградов упоминает совершенное воспитание детей Жанна Батиста Бельгарда Экземпляр этого издания присутствует в собрании КВЗ в областной научной библиотеке но без подписи Плохого А вот дальше В экземпляре В экземпляре другого издания того же автора Жанна Батиста Бельгарда «Истинный христианин» Санкт-Петербург 1770 год на титульном листе имеется подпись N.Pлохого А неудивительно речь идет вот об этой записи владельческой Неудивительно что до сих пор этот экземпляр с владельческой записью Плохого не был выявлен так как печать КВЗ поставлена прямо на эту владельческую запись Так что фамилия владельца почти не видна невооруженным глазом А русская буква М Николай по своему начертанию сходна с латинской литерой N Таким образом владельческая запись перекрытая печатью напоминает типовую библиотечную запись номер рядовой такой-то которая встречается в большинстве книг из Барнаульской казенной библиотеки И я думаю что по этой причине и мы собственно с автором первоначально не идентифицировали эту запись как владельческую Следующий слайд Я не буду более подробно останавливаться Совершенно отдельная история Это книги из личной библиотеки Санкт-Петербургского священника 18 века Ирея Иоанна Кирикова Просто это одна из перспектив настоящего исследования так как его книг довольно много в составе КВЗ в том числе в областной научной библиотеке Ну и говоря о перспективах и продолжении исследования значимым считаем то что в первую очередь конечно необходимо тщательно и скрупулезно продолжать вводить в научный оборот достоверную информацию об экземплярах изданий содействуя тем самым реконструкции вот именно этой тематической части коллекции КВЗ а также реконструкции личных библиотек горных инженеров Алтая и духовных лиц проживавших и служивших на Алтае Кроме того продолжение этого исследования на наш взгляд будет весьма и весьма полезно для понимания и уяснения такого понятия как религиозная книга мы не случайно не назвали не назвали наш доклад религиозная книга 18 века а именно книги религиозного содержания поскольку вот этот термин религиозная книга он конечно требует существенного уточнения систематизации типологизации и уточнения его семантики прямо вот на этом мы с вашего позволения завершим наш отчасти полемический доклад благодарим за внимание до большого уточнения хотелось бы еще уточнить а расчитывали ли вы сколько всего книг по книге его зиматики имеется в ходе КВЗ и разделяли ли вы книги взятых и богословно православных протестанских то есть наблюдали визу или наблюдения его значит ну можно вернуться к тому слайду где у нас тематическая разбивка скажу прямо вот значит по поводу замечаний мне вполне понятно те неточности которые закрались в вашу работу потому что для того чтобы знать вот все эти перипетии с электронным каталогом и с атрибуцией конечно нужно было проработать 11 лет в областной научной библиотеке чтобы всю эту подноготную узнать поэтому да вот мы это выяснили и сейчас корректируем вот опубликованные данные значит раздел еще на один слайд значит вот что касается такого основного членения да христианская литература большую часть занимает внутри спасибо за подсказку это очень интересно христианскую литературу мы пока вот по этому принципу деноминации христианства мы пока не выделяли это разумная идея над этим стоит в данном дальше в данном случае я должен отметить что вот это количество экземпляров это экземпляры новосибирской областной научной библиотеки с учетом экземпляров гпнтб с уран описанных татьяной анатольевной в ее каталоге с гпнтб экземплярами мы пока не работали мы опирались на каталог татьяна а атрибуции вы тоже только по этому каталогу проводите нет что вы ни в коем случае как раз вот этот каталог совершенно не не приемлем для атрибуции конечно в первую очередь мы опираемся на сводный каталог русской книги гражданской печати 18 века где с высокой степенью достоверности можно атрибутировать тот или иной экземпляр тому или иному изданию хотя уже даже сами составители сводного каталога неоднократно отмечали что постепенно выявляются новые варианты издания новые издания и в общем-то каталог требует доработки но в основном он конечно по-прежнему остается абсолютно рабочим инструментом для атрибуции можно вопрос вот это тематическое разделение которые тематические рубрики которые конкретно здесь на слайде представлены они присутствуют как-то патология на самих книгах или это вами нет это наша первая попытка а почему она именно такая попытку эту мы пока не отстаиваем потому что я согласен с вами здесь работать нужно очень серьезно потому что здесь фактически нами несколько критериев соединены в одно целое я услышал непроизнесенные сомнения потому что оно у нас у самих есть с одной стороны здесь и богословские дисциплины присутствуют с другой стороны типа книг жанры здесь над этим нужно работать безусловно какие именно схемы вы имеете тематической разбивки патологии семинарии спасибо за подсказку они тоже не совершенно это легко потому что тут вы можете пойти по двум разных путям либо использовать тупость которые пользуют текущие библиотеки пациент действующие либо я не знаю УДК ВВК вам не угодили но ВВК УДК очень в этом отношении ну да несовершенно мы пытались это сделать спасибо да это хороший подсказок для тех духовных лиц тоже они там тоже все они все такие типа визиров спасибо спасибо нет это мы поэтому и не стали останавливаться на этом я помню что у вас в статье этот вопрос поставлен но разрешения его пока нет я знаю что в Санкт-Петербурге есть чуть ли не музей Кирикова или по крайней мере небольшое музейное собрание экспозиция где книги некоторые из книг из его личной библиотеки тоже экспонируются пока предположений нет каким образом они попали на Каваза все тогда дальше пойдем спасибо спасибо дорогая Татьяна Анатольевна редкие издания сочинения Карамзина в диреке Новосибирске здравствуйте прижизненные редкие издания трудов великих писателей ученых общественных деятелей представляют особую культурную историческую ценность и всегда пользуются повышенным вниманием как со стороны хранителей книжных фондов так и со стороны зрителей книжных выставок и людей интересующихся историей книжной культуры как правило именно книги имеющие отношение к наиболее выдающимся деятелям значение которых для истории культуры трудно переоценить пользуются особо вниманием и считаются очень соединительными ценами поэтому имея смысл более пристально обратиться обратить внимание на в частности на книги имеющие отношения Николая Михайловича Кармзино которые в данный момент они которые уже и любое столетие ведут на территории Сибири следующие карты конечно самое старинное издание Кармзино которое имеет отношение к Сибири разумеется предвижали в людей Николова воскресенских горных заводов они уже при жизни поступили при жизни автора поступили в эту библиотеку в частности это хранящаяся в Новосибирской государственной областной научной библиотеке несколько томов истории государства российского вы видите на фотографии один из них документально подтвердено что 12 марта 1819 года из Петербурга Барнаул была социально отправлена библиотека и праздник для истории государства российского восьми тома приобретение этого издания читалось совершенно важно для кодиновой библиотеки если мы обратимся к каталогу в подписи драконыча фрагов охранящейся государственной архиве алтайского края а также документам касающиеся национирования этой библиотеки в новосибирской библиотеки обнаружил что в подписи фигурируют письма русского путешественника альмонахи аглая а аиды нескольких экземпляров патион и астральной словесности ну и нескольких экземпляров нового парамотеля хорестей в переводе карантина и после доказательства постребованности этой литературы могут служить с одной стороны факты зачитывания этих книг которые шевелуют объяснительные читатели которые не смогли вернуть эти книги например потому что они сгорели при случившихся в доме пожаре а с другой стороны эти пропавшие утраченные экземпляры замещались поступившими в заводскую библиотеку из личных библиотек экземплярами как известно при отъезде горных инженеров с Алтая и после их смерти их библиотеки продавались казенную и это документально зафиксировано так например любитель сочинений Карамзина был маршейдер Степан Андреевич Горянский смотритель библиотеки присутствующей в Сумузской измененогорсии контор в 1899 году библиотека купила у него 8 том сочинений Карамзина вероятно это могло быть собрание сочинений мыши шеф в 1803-1884 году в типографии Селивановского бюргмейстер Поспелов продал библиотеку свои экземпляры альбинахов Аглая и Алиди в библиотеке самого присутствовал историческое похвальное слово Екатерине II выпущенное в Москве в университетской дипографии в 1882 году об этом свидетельствует планетельский штамп с директорами ПКФ в данный момент эта зерна хранится в Новосибирской издательной постойной научной библиотеки кроме того можно среди изданий имеющие непосредственно отношение к творчеству и деятельности Карамзина можно выделить журнал детское ощущение для сердца и разума все дела по изданию которые в 1927 году перешли от Новикова Карамзину и Петрову и в котором были запечатаны повесть из русской жизни Евгения и Юлия творения и Евгения письма меланхоликов сдох господина Дэна Болезнева перевод на «Анаказский памятник» и ряд других переведенных на сочинение в Юлия Николаевской в Северских горных заводах присутствовали экземпляры этого журнала в частности документов в среде книг увешивая конечно советник Апакова имелся этот журнал все номера до 1785-1789 годы который перешел в библиотеку в Лавчинской здравственной властной научной библиотеке хранятся экземпляры для сердца и разума некоторые из них содержат записи Матвея Попова также из книг Ниты Попова и также сия книга принадлежит Бергамту унтершексмейстеру Василию Салаирскому вот здесь вы видите экземпляр уже из книг Василия Салаирского вот здесь вы видите к сожалению о судьбе многих книг из собрания коллазиации горнозаводов нам пока еще не все известно какие-то книги в процессе использования библиотеки были утрачены и они сохранились именно в каталогах в описях и возможно в дальнейшем будут обнаружены книги интересующие нас авторов и журнал имеющий к нему отношение далее КПНТВ КПНТВ Саран владея этих книг и рукописи также имеется издание имеющие отношения к карантинологу с интересной историей в частности отдел располагает экземпляр вестника Европы за 1802-1803 годы который когда КПНТ занимался издание в журнал вестник Европы поступивший из Ленинградской библиотеки Академии наук в сутки в библиотеке Владимира Сергеевича Михалкова годы его жизни 1817-1900 прадеда Сергея Михалкова Ярославский коллекционер и общественные дети надеясь одной из лучших в России частных библиотек совершенно полной подборкой русских журналов наказал наследникам передать от собрания в Академию наук в фондах в которой отсутствовали многие имеющие в его собрании книги и периодические издания фактическая передача основного части фонда библиотеки состоялась в 1910-м году а часть собрания осталась в Ленинске вот здесь вы видите здесь Экс Лирис Гермо который как бы перешел в библиотеку Академии наук а затем уже из дублетного фонда библиотеки Академии наук перешел к нам таким образом из-за передачи книг из дублетных фонов такие личные коллекции так вот продолжаются с другой стороны протягиваются иточки от нашей библиотеки к другим библиотекам к истории и вообще библиотек в нашей стране далее у нас достаточно у нас 12 экземпляров того истории государства российского изданных при жизни актора из них можно выделить экземпляр который принадлежал одного из старейших учебных заведений российской империи Своленской мужской гимназии открытой в 1786 году по специальному указу Екатерины там вот видите здесь штаб а также на корешке фундаментальной библиотеки Своленской гимназии вот уже говорили уже здесь натравилась тем корешков нередко репутировать книгу можно и благодаря корешкам далее конечно же особый особый интерес для нас представляют экземпляры книг принадлежавшие тем исследователям которые ввесили большой вклад в изучение его произведения у нас есть такие экземпляры в частности пятый тот второго исправленного издания истории государства российского предлежал Павлу Михайловичу Строеву Строев историк археограф и библиограф 10 кружка графа Румянцева который активно продвигал мысли о необходимости археографических экспедиций для наших археографов эта фигура достаточно значимая и он в составительном ключе к истории государства российского кармзина вышедшего в 1826 году у нас имеется второе издание ключа лихомитного упорядка истории государства российского кармзина также содержащие достаточно интересный художественный экс-либрис Иван Иванович Свердлов к сожалению точности не могу сказать со стопроцентной точностью что это экс-либрис именно этого человека но можно предположить что Иван Иванович Свердлов известный советский историк исследователь аграрной истории и крестьянства наиболее интересные и редкие экземплярные издания кармзина которые содержатся в фонде КПНТП Саран это записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях из НФ в Берлине в 1861 году это сочинение кармзина написанное в 1819 году очень долго официально полностью в Россию не выходило это было невозможно по цензурным соображениям частично частично отрывки его печатали в 1843 году 5-го здания Солен Государства Российского в приложении критические замечания о реформах Спиранского взятые из этого сочинения были напечатаны в книге Корфа Женгран Спиранского в 1861 году в 1870 году была сделана попытка журнал русский архив напечатать сочинение кармзина однако это было запрещено и эта часть журнала была уничтожена и полное издание текста в России вышла уже в 1900 году как приложение к книге Победа в истории общественной мысли времен Александра Первого общественное мнение в России при Александре Первом Берлинское издание 1861 года содержит текст записки о древней новой оси биополитическом и гражданском отношении а также письмо Николая Михайловича Карамзина к императору Александру Первому после разговора с ним о Польше в 1819 году это сочинение в котором Карамзин критикует идею восстановления Польши было опубликовано Россией впервые через год после публикации в Берлине в 1862 году книги не издавали сочинение переписка Николая Михайловича Карамзина книга земля оригинал написки те возможно возможно его можно когда-либо обнаружить в Штуберт или погиб в 1812 году но Гадар Карамзин снял копись рукописи сам авторитет из них это копии из архива Вязевских Центрального государственного архива литературы и искусств и экземпляр из РНВ кстати Пыпин говорит о том что о возможности даже о том что это рукопись хотя произведение официально не обещалось в России но эта рукопись уже желающим исследователям могла быть доступна но Пыпин готовя издание этого сочинения Карамзина явно пользовался различными разными рукописями на которые он ссылался наш экземпляр содержит многочисленные нагрузительные пометы Пыпина видно что работая с берлинским изданием которое по мнению исследователей было уже многократно переписанной копией содержало различные неточности здесь задержан были ссылки на какие-то известные Пыпину исправления изменения ятина есть и какие-то явные ошибки и в то же время имеются и смысловые опечатки я прошу здесь здесь отмечены они отразились в подготовленном Пыпином издании это можно сказать Пыпинский рабочий экземпляр для подготовки собственного издания можно выделить книгу Дуб Карамзина и сборник цитат из Карамзина подготовленный Николай Деневич Иванович инвесарю который был преподнесен некому ученику за прилижание и благонравие также книжный памятник 1827 года спасибо спасибо 5 доклад 4 видео доклад не знаю если они состоятся и один еще лично Надежда Чернушева должна представить так что я прошу сейчас надо нет давайте мы перед видео доклады если что надо вопросы есть к докладчику спасибо Надежда Константиновна Чернушева пожалуйста приглашаем вас в состав и судьба в рукописном собрании Архит архиво-хранилища Архиво-хранилища разных регионов российской империи возникли в значительной степени существует в настоящее время книжное рукописное собрание заметных флаг формирования которых принадлежал представителям православной церкви некоторые из них содержат значительный массив документов рукописных и печатных книжных памятников связанных с Сибирией проникновения локализации собраний связаны со служебными житейскими перемещениями церковных иерархов других монахистовщих а также представителей белого духовенства на протяжении 18-20 веков по территории российского государства такие собрания выявлены в Российской Национальной Библиотеке Варката в Государственном Архиве Ярославской Области Ярославского Музея Историко-фирма Музея Заповедники Национальной Библиотеке Украины Минивернадского Государственном Архиве Иркутской Области Государственном Архиве Костромской Области Библиотеке Казанского Университета и других Многие из этих собраний традиционно используются специалистами в связи с исследованиями конкретных вопросов или отдельных памятников однако значение их как самостоятельных явлений сибирской книжной культуры было осознанно и сформулировано как научная проблема в общем ближе к настоящему времени в частности в работах Самарина Наиболее изученными и представленными научной литературы являются собрания находящиеся в хранилищах Европейской России бывшей Российской империи Одним из крупных собирателей сибирских рукописей 18-19 веков можно считать преосвященнейшего Мила Исаковича епископа Иркутского Мерчинского Иркутского а с 1853 года архивепископа Ростовского и Ярославского Личные архив собрания рукописи библиотек архиепископа хранятся в хранилищах Европейской России и главным образом собраниях города Ярославля Ярославском областном архиве и музее заповедники Работа по описанию его личной библиотеки в те годы когда я там работала только начиналась и весь корпус книжного собрания еще не был выявлен и описана Рукописное собрание архиепископа напротив привлекало внимание архиографов и любителей старины Оно представлено и впервые описано известным ярославским краеледом и архиографом Владимиром Васильевичем Лукьяновым в составе описания коллекции рукописи Государственного архива Ярославской области в 1957 году и Ярославском музее заповедники 1958 материалы собрания Владыки не составляют отдельных фондов указанных архивах хранилищ и представлены в основном сборниками включающими как документальные материалы архиепископа переписку путевые заметки отчеты слова речи рецензии и другие сочинения так и собственно собранные им рукописи исторические документы и сочинения сибирских авторов часть сборников включают рукописи и документы а иногда и рукописные сборники внутри сборника посвященные конкретным вопросам и зачастую нуждаются в атрибуции иногда состав сборника оказываются включенными печатные материалы содержание сборников раскрывается в довольно подробных аннотациях Владимира Васильевича Луцьянова мы к сожалению в настоящий момент не располагаем материалами посвящающих подробностям не работа архиографа с материалами архиепископа Нила личному архиву Владыки по материалам Ярославского музея заповедника посвящена статья сотрудницы музея Натальи Николаевны Тупициной в 1989 году Известно, что в Кошкинком доме хранится хранится переплеска Лукьянова с Малышем с известным архиографом Малышем возможно там потратился процесс работы с документальными материалами коллекции Нила Упомянем об особом интересе к собранию со стороны иркутских книжников конца 19-го начала 20-го века Владимир Сергеевич Моносеев Ницепанович Романов и другие Интересовавшись научной и собирательской деятельностью представителей сибирского духовенства в частности архиепископа Нила Ницепанович Романов затронул историю собрания Нила в своей известной специалистом работе о сибирских архивах Преосвященный Нилл пользуясь положением собрал все что его интересовало и главным образом бумаги о блаженном сохранении желая написать жизнеписание сибор Преосвященного но больше в Иркутске обремененном разными заботами по управлению епархией сделать этого не мог больше переведен Ярослав и весь собранный в течение многих лет материал повез с собою все вещи для священного Нила были сложены боржом на этой борже где-то далеко от Иркутска произошел пожар так погибло все ценное выбранное Ниллом в течение собранное Ниллом в течение 15 лет из архивов сибирских духовных консисторий может быть губернского и других архивов о том как работал Преосвященный Нилл Степан Романов писал В 2014 сделок содержащих 2276 листов были переданы для расшифровки и изучения в Иркутскую областную библиотеку В 2019 году в Иркутске увидел свет обзор документов личного собрания архиепископа Нила из Государственного архива Ярославской области составленный Тамара Александровна Кричковой и Софьей Владимировной Мельниковой У меня нет презентации но выглядит он таким образом Если кто так желает ознакомиться то пожалуйста И электронные издания под названием Сокровище архива архипископа Нила являющиеся электронной версией собрания Авторы составителя обзора излагают историю формирования собраний и дальнейшую историю его перемещения а также подготовки осуществленных ими публикаций Включение материалов архива и собрания архиепископа Нила иркутские архиографы подготовили ряд изданий и туда вошли посвященные архиепископу Нилу страницы православные духовные лизаторы Восточной Сибири 18-го 20-го века путевые записки архиепископа Нила иркутские 2018 а также статья для биобиблиографического словаря православные духовные писатели Восточной Сибири 18-го начала 20-го века остается пожелать чтобы такая же работа была проведена и в отношении рукописей и документов хранящихся в других фондах государственной архивы Ярославской области а также большого массива материалов архиепископа в Ярославском музеец-поведнике составители обзора сделали попытку раскрыть содержание собранных архиепископом Нил материалов состав собрания архиепископа действительно разнообразен в сборниках находятся автографы самого Нила рукописи или путевые заметок и дневников подготовительные материалы еще на веки работы о буддизме имеются отчеты возможно оригиналах по епархии за несколько лет хранящиеся в архиве рукописные сборники свидетельствуют о пристанном интересе архиепископа к истории православной миссионерства восточной Сибири состав собранников включены подлинные документы зачастую подлинные популярные миссионеры 18-го начало 19-го века Василия Березини Кирилля Суханова Григория Слепцови Алексея Бычковского в документах отражены отдельные эпизоды жизни и деятельности миссионеров закладка и строительство храмов кадровые проблемы особенности совершения православных обрядов среди многокрещенных суземцев сведения о количестве крестившихся об устройстве храмов жалований наградок и так далее наряду с отдельными документами рукописные сборники собрания НИЛ включают несколько текстов о миссионерах материалов к жизнеописаниям составленных мерческими священниками по Заврусу Владыхи они создавались на основании разысканных в архивах местных органов духовного управления документов эти разыскания заложили основу историографической традиции в изучении вопроса примером такого сочинения является, например, рукопись о миссионерской деятельности в Иркутском и Нерченском крае в XVIII начале XIX веков посвященной жизни и деятельности мерческих священников миссионеров Березина и Суханова другой текст повествующий об этих миссионерах под названием «Былевский изделок хранящихся при Нерченском духовном правлении с прогнозами поклоннейшим представлением Нерченского благочинного протеерея Георгия Диаконова 23 мая 1852 года находится в составе сборник записки относящиеся к Сибири преднадлежат библиотеке архиеписка Панила но сравнение этих текстов в общем еще предстоит на полях рукописи имеются примечания в последней рукописи вместо примечаний сделаны другим почерком составляющие собой комментарии к ссылаемому тексту примечания содержат биографические подробности и сведения о семье Жадыри Кирилла Суханова архимандрит якутского спадского монастыря Самунил прислал хепискому Нилу рапорт в котором содержится рассказ о проповедничестве архимандрита Нафанайла в середине XVIII века о миссионерской деятельности протеерей Григория Слепцова и олегманских смещенников Матфея Павлова и Анна Ощепкова Хотя важные документы и результаты первых опытов изучения деятельности выдающихся миссионеров практически выпали из-за ворота интерес к явлению сохранялся В ряде публикаций жгутских епархиальных ведомостей в 80-е годы XIX столетия появились материалы освещающие эту страницу истории Православной Церкви Сибири В рассматриваемых рукописных сборниках архиепископа Нила нашли место не только исторические материалы связанные с миссионерами XVIII-XIX веков но и документы миссионеров современника Книла путевые дневники письма фрагменты сочинений протеерея Прокопия Грома письма Иннокентия Вениаминова протеерея Константина Стукова протеереев Константина Стукова Дмитрия Хитрова Никиты Запольского и других а также собственные путевые дневники архиепископа во время обозрения епархии который открыл во время обозрения епархии В собрании государственного архива Ярославской области находится рукописный сборник посвященный истории российской духовной миссии в Пекине названием записки касающейся Китая российско-пекинской духовной миссии Еще один вариант последний был подарен архиепистским архиепистовым мелом русскому археологическому обществу Рукопись была напечатана в 1905 году известным востоковедом Веселовским под названием материала для истории российской духовной миссии в Пекине Вот как излагают Веселовские истории публикации Пресвященный Нил Исакович почетный член императорского российского археологического общества автор известного сочинения буддизм управляющий Иркутской партии с 1838 по 1854 год приобнул в Иркутске некоторые документы относительно Китая переведенный затем город Ярославль архиепископ Нил принес дар археологическому обществу при отношении 16 мая 1858 рукописный сборник статей о наших Келькенских духовных миссиях В фоне письма хранится в фоне археологического общества Института истории и материальной культуры Веселовского в том же музее находится неполная рукопись и вывески на 13 листах публикатор изданных 1905 материалов сообщает на заголовном висте сборника рукой архиепископ Нил записаны записки касающиеся Китая и Российско-Пехинской духовной миссии архиепископ Нил 1852 рукопись была дополнена востоковедом Василием особой запиской о последующих духовных миссиях состав сборника публикован Веселовским ходят шлиф документов записки Сапрония Грибовского и Деодосия Сморжевского и ряд других документов Я хотела немножко отвлечь от этого Я прошу прощения Вы перебираете Я работала в свое время архивом Ярославской области и посмотрела свои выписки то есть какие дела я смотрела и какие вставлены в этом обзоре и выяснилось что я смотрела их больше на два отдела то есть два отдела не вошли в обзор составленный в Иркутске Я позвонила в Иркутску составителям сборника и спросила чем это объяснить чем это можно объяснить ну вообще я этого ответа не услышала потому что они говорят что оцифровку проводили на основании описаний на основании описаний Спасибо большое. Есть вопросы к докладчику? Нет. Спасибо огромное. Вот Давид Казарян. Здравствуйте. У нас сейчас на связи Давид Казарян, Институт древних рукописей Мадена Даран имени миспропа Маштоца и Ивана Армения. Ну, все прекрасно знают. Хранилище замечательное. Доклад его посвящен армянским рукописам и собраниям Медвежиона Главицы Камирова и ГТБ Сулрана Новосибирской. Так. Здравствуйте. В отделе редких книг и рукописей государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук в феврале 1965 года была создана коллекция академика Тихомирова, когда ведущийся советский историк Тихомиров безвозвездно передал Сибирскому отделению Академии наук СССР часть своей коллекции славяно-русских рукописей, 500 рукописных книг 14 до 19 веков. А в сентябре того же года в порядке исполнения завещаний академика Тихомирова была пополнена новосозданная коллекция еще 148 славяно-русскими рукописями, 97 старопечатными книгами, а также архивными документами и 24 иностранных рукописей. Среди иностранных рукописей, которые свое место нашли в коллекции Тихомирова, два армянские. К сожалению, нет никакой информации, как и когда они попали в коллекцию. Несмотря на то, что об этой собрании есть статья Рогова и Покровского, обликованная в 1966 году в археографическом ежегоднике за 1965 год, в общем обзоре также в двух словах представлены армянские рукописи. Обе рукописи были упущены из виду армянскими исследователями и армяноведами. Армянские рукописи из коллекции Тихомирова остались быть для нас неизвестными по сей день, если бы не письмо, отправленное в конце января этого года за в отделом редких книг и рукописей Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук Андрея Юрьевича Бородихина, Мартын Адара, научно-исследовательский институт древних рукописей имени Месропа Маштоца, с просьбой помочь с описанием двух армянских рукописей из коллекции Тихомирова. В результате взаимного сотрудничества две армянские рукописи были исследованы нами в цифровом варианте. В связи с этим выражаем глубокую признательность Андрею Юрьевичу Бородихину за представление не только цифровых копий, но и физических параметров, размеры, вид бумаг, черниль и красок и т.п., что было особенно важно при датировке одной из рукописей, не имеющей памятных записей. Одна из двух армянских рукописей под шифром «Иностранный 21» — «Малый требник» на армянском «Маштоцерас» переводится как «маленький» или «ручной требник», который содержит лишь те каноны, которые нужны священнику для повседневной службы. Написан в 1687 году писцом дьяконом Авраамом или Авраамом. Требник целостный, с коричневым кожаным переплетом, с типичным для этой эпохи тиснением растительного орнамента. Написан на 117 страницах и имеет 7 форзацев. Бумага рукописи с вадебными знаками «Верже Панкьюзо» в коричковой области слабо просматривается части филиграни о круглой форме, возможно, три горы или три луны с контрамарками. Требник написан курсивом, чернило-железистые, темно-коричневые, почти черные. Палитра миниатюр не очень богата, красный, синий, розовый и черный. Рукопись украшают два фронтоспися, вы видите один из них, 46 маргиналей и 50 орнаментальных заглавных букв. На обороте переднего третьего форзаца есть миниатюра с ярким изображением батальной сцены. Которая поражает отличные проработки деталей, в частности вооружения и богатой гаммой красок. Эта миниатюра, как нам кажется, добавлена к рукописи позднее, приклеена к листу, на цифровой копии видны края обрезок. Вы тоже, мне кажется, видите эти края. И не связана с иконографией Требника. Миниатюру приблизительно можно датировать второй половиной XVIII века или началом XIX века, что наверняка невозможно утвердить только по цифровой копии. Требник содержит 19 канонов. Крещение, благословление, брак, брак, развод, второй брак, погребение, обряд совершаемый на могиле усопшего на следующий день после погребения, обряд совершаемый на могиле усопшего на седьмой день после погребения, поминальная служба, благословление соли, благословление литургического стола, благословление соли в доме, благословление стола в доме, благословление оскверненного колодца, благословление наряда, Это благословление патыря, чаши для причастия, и диска, на который ставится причастный знак, и которым накрыта патырь, и последний канун благословления новой книги. После этого 17 песен в конце молебна, стихов и чтения из Евангелия. На последней странице находится главный калафон Писца, это на верхней части, в которой говорится «Слава Пресвятой Тройце Отцу и Сыну и Святому Духу Нине и Присна во веки веков! Амин!» Требник написан рукой бессмысленного и неискусного, недостойного дягона Авраама в 1687 году или на армянской эре 1136 года, 21 марта, понедельник, и кто встретит Требник, пусть скажет молитву «Отче наш!». Можно следующий слайд? Кроме главного калафона Писца, есть еще три памятных записи на странице 69b, помните жалкого Авраама, и вы будете упомянуты Богом Амин, 85b, Требник написан в 1687 году, 21 марта, понедельник, и 99b, помните дягона Авраама. Двух из них имя Писца есть полностью Абрахам, а не как на главном калафоне, а на странице 85b в конце последнего канона та же дата, что и в главном калафоне, 1687 год, 21 марта, понедельник. Можно следующий слайд? На странице 117b после главного калафона Писца имеется калафон позднего владельца Требника начала XVIII века, который тоже был священником, но, к сожалению, его имя стерто, как и часть памятной записи. Следующий слайд. Неизвестно, где и кем она была адресирована, в результате чего рукопись получила новый сокянный переплет, но были сохранены старые набойки. Можно перелистать еще один слайд. Еще один, чтобы набойки были видны, а потом вернитесь обратно на два слайда. Для наращивания листов и реставрации была использована вершированная бумага, в некоторых местах просматриваются детали водяных знаков. Детали проведения реставрации свидетельствуют о том, что это сделано в XX веке за два-три десятилетия до поступления псалтыря в библиотеку. Псалтырь имеет 133 страниц и два фарзаца. Бумага рукописи плотная, со временем потемневшая, водяные знаки не просматриваются. Псалтырь написан болоргирем с железистыми черными чернилями, а рубрики заглавной буквы разделов киноварю в украшениях на полях и инициалах использован киноварь и коричневые чернила. Рукопись украшает одна маргинальная миниатюра, вы видите здесь внизу, маргинальная миниатюра пророка Исаия, 31 маргинали и 37 орнаментальных заглавных букв. Палитра миниатюр потеряла свою первичную яркость. Она была из красного, синего, розового, зеленого, желтого и черного. На странице 27b на внешнем поле есть маленький, ничего особенного, не представляющий собой калафон XVIII века, написанный курсивным шрифтом. Приводится как «слуга Бога Воскян» – это или человек, который прочитал Псалтырь, или, наверное, один из тех, у кого был Псалтырь. Детальное изучение рукописи показало, что есть остающие страницы более 40 листов, приблизительно 13 начальных страниц отсутствуют, потому что рукопись начинается с 12 строки 26 Псалма. Между страницами 11 и 12, 128 и 9 отсутствуют по 3 страницы, между 6 страницами 15, 16, 42, 43 и далее отсутствуют по 2 страницы и есть утраты по 1 странице в некоторых местах. И в конце тоже есть потери. Во время реставрации были допущены нарушения текста и листы, следует читать в следующем последовательности. Надо начать с 4 до 28, потом 30, 31, вернуться к 29, потом с 32 до 128, потом второй и третий лист, потом 129, 132, потом первый и потом, конечно, 133. Полное изучение рукописей, суммирование всех данных, палеография, текстология, категорологические особенности приводят к датировке Псалмиря 15 века. Надеюсь, что будет шанс увидеть эти рукописи и те вопросы, которые еще ждут своих ответов, будут сделаны. Спасибо. Давид, огромное спасибо за, во-первых, за такую проделанную работу в удаленном режиме. Замечательно просто вами все было сделано, за ваш доклад. И я хочу спросить о аудитории, есть ли вопросы к вам? Так, ну, у меня есть вопрос, Давид, скажите, пожалуйста, первоначально по документам, полученным от Тихомирова, эта рукопись была датирована 17 веком. Судя по вашему анализу, проведенному, отсутствие, например, водяных знаков, для нас это самая важная черта, на самом деле, которой мы датируем рукопись. Как вы датировали ее двумя столетиями раньше? Ну, в первую очередь нету водяных знаков. Там вид письменности, я сравнивал с некоторыми псалтырями текст, чтобы увидеть степень старости псалтыря. Это все приводит к мысли, что псалтырь 15 века. То есть по характеру почерка? По характеру почерка, да, по виду бумаги, как написано, по шрифту, по размеру шрифта и все это, все суммируем. Спасибо огромное, спасибо огромное. Есть еще вопросы? И вы знаете, Давид, вот вы выразили надежду когда-нибудь рукописи увидеть воочию. Это, конечно, замечательно. Не знаю, как по нынешним временам все это удастся нам. Но мне бы хотелось предложить вам, вот по тем правилам, которые у нас действуют в библиотеке, в наших изданиях, подготовить статью и опубликоваться. Как вы относитесь к этому предложению? Да, я подготовлю статью, потому что работа сделана. Наверное, в ближайшие месяцы статья будет. Вам спасибо. Спасибо огромное. И последний вопрос, какая погода в Ереване? 15-16 градусов, немножко солнечные, немножко точки. У нас только те же 15-16 ночью, но только минус. Знаю. Да нет, все нормально. Спасибо. А, ну все, все. Спасибо большое, Давид. Замечательно. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.